В ночь на понедельник пожар на территории рубероидного завода унес жизнь человека. Пожарные прибыли на территорию предприятия быстро. Их часть находится в этом же микрорайоне. Встречали спасатели и работники. В ночное время на объекте находятся дежурные специалисты. Возгорание они заметили во время очередного обхода. Завидев клубы дыма, вырывающиеся из подсобного помещения, служащие попытались погасить огонь, пока дежурная звонила в пожарную охрану. Там натаскали кучу. Атаковать пламя сходу пожарные не смогли. Помещение, по словам рабочих, было под напряжением. Через минуту прибежал сотрудник, который отчитался. Ток выключен. Высокие температуры долгое время не позволяли продвинуться в помещение. Пока пожарные проливали бытовку, тревогу забили работники. В суматохе они не смогли найти своего коллегу, электрика, который обычно дежурил как раз там, где располагался очаг возгорания. Там человек должен быть. Человек. Вот нет, мы ищем его. Пожарные, обследовав комнату, нашли тело. Установить личность было уже невозможно. Мужчина был на втором ярусе. Если он и пытался выбраться, то сделать это не мог. Бушевавший внизу огонь отрезал ему путь к двери. Рабочие предположили, что коллега, отвечавший за электрику, сам мог стать жертвой замыкания. Там у них козел мы включили. Да? Да. Гибель человека стала поводом для полицейской проверки. Скорее всего, имел место несчастный случай. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Ольга Соколова и Павел Рогатин. Анастасия Кузьмина.